На свинокомплексе Восточно-Сибирский слесарь утонул в жидких стоках, сообщает Государственная инспекция труда. Всего за мая в инспекцию поступило шесть извещений работодателей о несчастных случаях на производстве. В двух случаях сотрудники погибли, в четырех ранены. В Улан-Удэ появится Дворцовая площадь. Такое название для территории нового ЗАГСа было выбрано по итогам интернет-голосования. Участие в нем приняли также такие названия, как «Хайорзухэн» – «Два сердца», «Берег счастья», «Замайэхин» – «Начало пути» и «Хуншубун» – «Лебедь». Однако больше всего голосов жители республики все-таки отдали Дворцовой площади. Полицейских Бурятий заставили сдать загранпаспорта, сообщает Байкал-Дели. По сообщению ряда СМИ, это связано с угрозой задержания граждан России за границей по запросам американских спецслужб. В Бурятии бушует сифилис. Росстат подвел итоги по заболеваемости ВИЧ-инфекцией сифилисом и туберкулезом в регионах России с начала 2014 года. Результаты оказались плачевными. Уровень заболеваемости сифилисом в нашей республике в три раза выше, чем в среднем по России. Уфас возбудило второе дело по гостевому дому в Сотниково. Напомним, первое дело на хозяйственно-транспортный комплекс главы и правительства Бурятии было возбуждено из-за реконструкции гостевого дома. Теперь Уфас начал разбирательство по поводу поставки мебели. Сам гостевой дом в Сотниково стал в начале года поводом для возбуждения уголовного дела в отношении директора ХТК Александра Сучкова. Он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств более на 61 миллион рублей. Бурятские шаманы открывают летний сезон. Межрегиональная религиозная шаманская организация Хантенгари проведет в июне четыре больших обряда. 13 июня в Тунке, 14 в Мухрашибири, 21 в Улан-Удэ, 29 в Закамне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова